Новый штамм варианта коронавируса обнаружен в Бельгии. Стоит ли опасаться? Каких-то симптомов, которые бы отличали его от других вариантов омикрона, нет. Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых. Что важно знать об изменении, узнаемый экспертом Казанского университета. Ключевая ставка может вернуться к однозначным показателям уже в течение этого года. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» продолжается суперфинал созвездия Елдозлык. Это очень масштабно. Мы принимаем участие во многих конкурсах и фестивалях, но этот конкурс самый масштабный. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Алина Красильникова. В астрономической обсерватории Энгельгарда Казанского федерального университета отпраздновали День космонавтики. Программа мероприятия включала в себя ряд экскурсий, лекций и просмотр научных популярных фильмов. Обо всех подробностях мероприятия расскажем в одном из следующих выпусков. В Казанском федеральном университете состоялся первый совместный научный семинар с Хилуанским государственным университетом. Мероприятие прошло в онлайн-формате и было посвящено вкладу современных университетов в достижение целей устойчивого развития в области гуманитарных наук. В завершение встречи исполняющий обязанности ректора Казанского университета Дмитрий Таюрский выразил слова благодарности всем научным деятелям и подчеркнул, что Казанский федеральный университет всегда готов выступать в качестве инновационной площадки для развития науки и образования. Новый штамм варианта коронавируса, получившего название BA4, был обнаружен в Бельгии, сообщили в понедельник вирусологи. Этот новый вариант вируса уже появился и в других странах. Образец был обнаружен во франкоязычной Бельгии и проанализирован экспертами Бельгийской организации здравоохранения, сообщает информационное агентство Бельга. Версия омикрон BA5, появившаяся в других странах мира, до сих пор не обнаружена в Бельгии. В Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании уже зафиксировали случаи инфекционирования BA4 и BA5. Каких-то симптомов, которые бы отличали его от других вариантов омикрона, нет. То есть этот вариант, он примерно такой же, как омикрон по симптоматике. А если сравнивать омикрон с дельтой и с другими вариантами, то, скорее всего, можно отметить, что исчезновение обоняния происходит реже, даже чаще происходит осипы с голоса, боль в горле проявляется чаще. Сообщается, что под варианты омикрон менее опасны, чем совершенно новый вариант. Данный вариант коронавируса ранее уже находили в нескольких странах, а брюссельские ученые даже успели его изучить. Математических различий серьезных нет, отличий исключительно генетические, которые касаются распространения, заразности, способности преодолевать иммунную систему и так далее. На данный момент появление новых версий штамма не привело к значительному росту заражений, госпитализации или летальных исходов. Казанская Виктория, Евгений Алмазов, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялась акция «Тотальный диктант». Всего на площадках Казанского федерального университета было зарегистрировано около 250 участников, включая иностранных студентов, проходивших тест-труд. Работу участников будут проверять преподаватели Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского университета, а также учителя русского языка и литературы. Оценки показаний опубликуют 25 апреля. Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых. Что важно знать об изменениях в российской экономике, расскажем в следующем сюжете. Ключевая ставка была повышена 28 февраля с 9,5% до 20% на фоне западных санкций. Решение Центрального банка о снижении ставки до 17% было обусловлено тем, что финансовая ситуация стабилизируется и рубль начинает укрепляться. Также повлияло снижение спроса и коррекции цен на ряд непродовольственных товаров, что привело к снижению недельной инфляции. По данным Росстата, на 1 апреля годовая инфляция ускорилась до 16,7%, так что процентная ставка может измениться только в случае ожидаемой динамики инфляции. Ключевая ставка может вернуться к однозначным показателям уже в течение этого года, хотя сложно прогнозировать, ситуация меняется и ситуация нестабильна. Если не в этом году, значит в следующем году она может вернуться к однозначным значениям. Центробанки также сообщили, что риски финансовой нестабильности начинают снижаться благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Например, ЦБ РФ ограничил переводы россиян за рубеж и установил лимит на снятие наличных средств. Кроме этого, наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Несмотря на положительную динамику стабилизации финансовой ситуации, прогнозы по ставке все еще остаются неопределенными. Если у кого-то есть желание и необходимость что-то купить в кредит или взять какой-то кредит на какие-то цели, наверное, лучше подождать, потому что в ближайшие месяцы, скорее всего, процентные ставки снизятся. Может быть, не до того уровня, который был в начале года, но, по крайней мере, они станут ниже, чем сейчас, станут более доступными. Поэтому сейчас лучше с кредитами подождать. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля. Ангелина Трынина, Роберт Хасанов, Универньюз. Делегация научно-технического центра «Газпромнефть» посетила Казанский федеральный университет. В рамках мероприятия обсуждались планы давнейшего сотрудничества в сфере образования. Более подробно смотрите в ближайшем выпуске. Аспирант кафедры охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Ленар Вахитов завоевал первое место на конкурсе молодых ученых, проходивших в рамках Пятого международного конгресса «Фундаментальная клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы о ритмологии». В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тимчурина прошла премьера трагедии Ильгиз Зайнеева «Мадина». В основу постановки лег древнегреческий миф о Медее, жене аргонавта Яссона, который бросает ее, решив жениться на дочери царя Крионта. В современном варианте художница Мадина состоит в долгих отношениях с Джудатом, который впоследствии женится на другой девушке. Пьеса в стихах цепляет с первых строк, ясна и понятна каждому зрителю. Как признается сам режиссер, он написал ее универсальной, а значит поставить ее сможет каждый театр. Интерес она сможет вызвать даже у самых придирчивых поклонников жанра. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» продолжается суперфинал 22-го ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Елдозлык», где будет просмотрено целых 227 творческих номеров. Подробнее о мероприятии узнаем в следующем сюжете. В республике Татарстан уже 20 лет успешно реализуется стратегия противодействия негативным социальным явлениям. Это вовлечение максимального количества детей, подростков и молодых людей Татарстана в активную творческую жизнь. Этим и занимается большой фестиваль «Созвездие Елдозлык». У каждого свое мышление, становление, понимание этого мира. То есть это люди, педагоги, которые работают с людьми, которые в будущем станут взрослыми, которым они открывают мир, показывают мир. И, конечно, когда ты причастен к воспитанию будущего, будущего этой страны, будущего этого мира, это как сюда не бежать. Хочется бежать, хочется быть к этому причастным. Движение с каждым годом приобретает новые знакомства, увеличивается масштаб. Для участия в конкурсе были отобраны 6 тысяч конкурсантов из 22 тысяч заявок. Самые талантливые дети со всей республики продемонстрируют свои выдающиеся способности в семи номинациях. Отметим, что проект проходит одновременно на двух площадках, в том числе и в арт-резиденции «Созвездие Елдозлык». Это очень масштабно. Мы принимаем участие во многих конкурсах и фестивалях, но этот конкурс самый масштабный. И мы, когда приезжаем в другой какой-либо город, у нас тут же спрашивают, как у вас прошло «Созвездие». То есть в других городах, именно в городах России, как раз-таки за пределами республики, об этом конкурсе много знают и он очень ценится. Ежегодно звание заслуженных работников культур, заслуженных артистов, которые благодаря результативности именно фестивальному движению получают педагоги и причастные к фестивальному движению люди. Поэтому, собственно говоря, можно вот все эти достижения разделить на каждый год и каждый год называть по одному из них. А за 22 года уже очень много заслуг. И мне кажется, стабильность – это один из признаков мастерства, успешности и состоятельности фестиваля. Отметим, что фестивальное движение «Созвездие Юлдозлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Ребятам предстоит побороться за шанс выйти на галоконцерт, который состоится в УНЕКСе 14 апреля и в ПИРАМИДе 22 апреля. Ринат Ахмедянов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!